Здравствуйте, дорогие друзья! Самое красивое время в садовом центре и в нашем питомнике гортензии. Это крупнолистная гортензия. Посмотрите, изумрудно-зеленые, выдержали все морозы, восстановились и сейчас набирают цвет. Эту гортензию еще называют вечное лето, потому что оно цветет все лето. Отцветает, делая, обрезаем, просыпаются новые почки и снова гортензия цветет до глубокой осени. У нас более 10 сортов крупнолистной гортензии. Единственное, в Самарской области нам нужно обязательно укрывать. В более южных регионах, конечно, их не укрывает. Они цветут, растут и в течение всего сезона. Посмотрите, какой красивый кост древовидной гортензии. Это magical pinkerball. Это натуральный, естественный цвет. У всех розовых сортов немного выгорают на солнце вот эти соцветия. Посмотрите, видите, здесь более бледными стали. Открываются они розовыми, но куст шикарный. Посмотрите, огромный куст гортензии фрайсмелба. Не цветет еще. Фрайсмелба вообще поздно цветет, а в этом году только начинает еще цвести. Почему они до сих пор не цветут? Мне каждый день пишут. У нас еще не цветут гортензии. Да и у нас не цветут. В мае месяце были возвратные морозы практически в течение трех недель. Мы четыре раза укрывали. Один раз не укрыли. У нас все мультиплаты, маленькие растения по девятке замерзли. В парковой зоне мы, конечно, не укрывали. Это просто нереально. Поэтому они не цветут. Просто отодвинулось цветение. Но мы обязательно увидим всю красоту этих цветов. И еще, я думаю, что будут соцветия в этом году помельче. И посмотрим, смогут ли они выдержать такое количество веток. И мне задают вопрос, почему они у вас такие кусты зеленые. Секрет прост. Все растения мы подкормили осмокотом. Мы не можем два-три раза ходить по кругу и подкармливать. Для нас осмокот для производства – это спасение. Мы один раз подкормили. Мы точно знаем, что они получили питание. По крайней мере, на первую половину лета. Если нет осмокота, первую половину лета нужно давать удобрение содержанием азота. А вот сейчас, начиная с июля, с 15 июля, это уже вторая половина лета, и мы даем удобрение, где содержание калия и фосфора больше. Чем больше калия, тем дольше цветение у вас гортензии. И, конечно, защищаем от вредителей. Один раз в месяц мы делаем профилактическую обработку от клещей. Какие же препараты можете вы использовать у себя в саду? Фитоверм прекрасно действует. Есть еще битоксобацелин от клещей гусениц, фуфанон и клещевит. Вот четыре препарата, которые я взяла, обработки делаем рано утром, либо поздно вечером. Гортензия самарской лидии, посмотрите, мы убрали ткань и подсыпали щепой, корой, мультирующий материал, чтобы не пересыхала корневая, и влагу держит больше, корневая не пересыхает, и нет, естественно, травы. И часто задаваемый вопрос. У самарской лидии начинают краснеть листья и опадают. Мы сегодня с агрономом подумали и решили, что это у вас, наверное, клещ. Нужно от клеща по этому обработку делать. Мы делаем сейчас одну обработку в месяц. Мы не ждем, когда клещ появится. Мы делаем профилактическую обработку всех растений. И еще могут появиться пятнистость в саду. Вот три препарата, которые можно использовать от пятнистости. Топаз, чистоцвет и раек. А вот против хлороза еще новый препарат, вот секвестн турбо я увидела, от пожелтения листьев. Поливаем, подкармливаем. И скоро мы увидим все цветущие наши гортензии. Посмотрите, это гортензия тачуфпинг. Мы не обрезали эту гортензию. Вот для городского озеленения будет прекрасно. Посмотрите, какой куст большой. Не обрезаем этот сорт. Если мы будем обрезать, в Самарской области никогда не зацветет. Этот сорт невозможно ни с чем перепутать. Это бобо. Низкорослый сорт. Первым зацветает. Сейчас вот раскроются все цветы. Даже листьев не будет видно. Это гортензия бобо. Смотрите, я сейчас пришла на площадку, где стоят пятилетние гортензии. Мы их выкопали с грунта и посадили в контейнер. Сейчас они тоже набирают цвет. Здесь три с половиной тысячи пятилетних гортензий. И мы вырастили их вот с таких вот маленьких черенков. И сейчас у нас идет активное черенкование гортензий. С процессом черенкования вас сейчас познакомит наш директор по производству Чугунов Максим Владимирович. В этой теплице происходит процесс черенкования гортензий. В моих руках вот нарезанный черенок. Мы срезаем черенок с маточника и подготавливаем черенок. Затем обмакаем его в корневин и сажаем наполненную торфом уже кассету. Это специальное оборудование для набивки кассет для черенкования. С помощью этой машины мы заготавливаем субстрат для черенкования. 20% перлита и торф. Фракции 0,20. Затем этот торф набивается в кассеты для черенкования. Эти кассеты проливаются. Затем в них втыкается черенок. И выставляется на доращивание. Укоренение черенков происходит в течение двух месяцев. Затем эти черенки выходят в зону закаливания. В зоне закаливания они стоят где-то неделю. Садовый центр Веры Глуховой приглашает посетить открытые площадки с саженцами плодовых и декоративных растений. В широком ассортименте почвогрунты, удобрения и средства защиты растений от болезней и вредителей. Справки по телефону 8 800 222 52 44.